Девушки отдыхают 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 Правильно я все понял? Все правильно, да. Лекция прошла вчера. Да. Прошла вчера. И сегодня Галина выступит еще раз. Наверное, уже все-таки с другой темой, да? Да, конечно. Уже с другой темой. Блиотеки имени Герцена когда там это начнется? В 5.30. В 5.30. Поэтому те, кто не успел вчера, могут сегодня в Герценку прийти в 5.30 и послушать, о чем сегодня будет. Сегодня я буду рассказывать о том, как поживает современная русская литература. Ну, понятно, что короткий ответ на этот вопрос поживает она не очень. Но тут, что называется, важны подробности, вот именно об этих подробностях я буду сегодня рассказывать в Герценской библиотеке. Как вчера прошло? Тут, наверное, лучше спросить для начала хозяев. Нет, впечатления, впечатления. Отзывы были, да, самые хорошие. Я видела в соцсетях, благодарили многие и гостью, и театр, и всем очень понравилось, потому что на лекции на лестнице не каждый раз приезжают гости, а когда гости приезжают, это всегда приятно, и, мне кажется, все прошло просто замечательно, за исключением некоторых технических накладок. Холодновато было в зале, а так в остальном все прекрасно. То есть вас холодно встретил город Киров? Местами, знаете. В отеле, например, было ровно наоборот. Отель встретил меня такой немыслимой жарой, что компенсировал холод в театре. Народ-то много было? Да, там больше ста человек, там примерно 140 человек, и, мне кажется, это максимальное количество, которое приходило на наши лекции, потому что до этого мы обычно сидели на малой сцене, но сейчас там еще холоднее, и мы решили перейти в зал. И там вошло гораздо большее число зрителей, и мы не стали ограничивать записи, хотя Владимир Иванович, директор театра, говорил, как же мы все вместимся. Мы говорим, нет, мы должны сделать все, чтобы попали все, кто захочет прийти. Мне кажется, это такой стандартный страх любого хозяина мероприятия. Никто не придет, а кто придет, тот не поместится. Вот мы вчера, мне кажется, счастливо сбежали обеих этих опасностей. У нас то же самое вчера было на фестивале прессы, который начался, потому что зарегистрировалось 400 человек, а в зал вмещают 200. Поэтому, соответственно, сначала была паника, там каких-то табуреток нанесли. Ну, понятно же, что на первое пленарку приходят не все, и получилось так, что пришло ровно столько, сколько стульев. И стояли только те, кто хотел стоять, ну, там, по каким-то причинам. Так что это такая обычная вещь, мне кажется, вот. И всякий раз все получается хорошо. Ну, я вообще очень счастливый человек, знаете. Я, поскольку рассказываю всегда примерно про одно и то же, а именно про книги и про литературу в целом, то со мной поговорить и меня послушать всегда приходят прекрасные, умные, читающие, многознающие, любящие книги, примерно так же, как я, люди. И от этого у меня, куда бы я ни приехала, создаётся одновременно несколько искажённое, я предполагаю, но в то же время очень счастливое и комфортное ощущение. Потому что любой город для меня оказывается прекрасным городом, населённым книголюбами, книгачейми, интеллектуалами. Потому что я просто других, как правило, не вижу. Они мне не попадаются. И вот вчера я, конечно же, опять получила огромное удовольствие, потому что пришли люди очень разного возраста, были люди совсем пожилые, были совсем дети, школьники, старшеклассники. И все они в той или иной степени были знакомы с творчеством Пелевина или, по крайней мере, слышали о нём и хотели познакомиться. То есть у меня было ощущение абсолютного своей среды, комфорта и вообще близких по духу людей. Так что я тоже полностью разделяю довольство организаторов. Мне было прекрасно. Спасибо большое всем, кто пришёл вчера. Ну, Пелевин же автор довольно-таки, скажем так, неоднозначный, да, и людьми разными воспринимается очень по-разному. От агрессивного неприятия, ну, до безумной любви, скажем так, да. И я, честно говоря, знаю мало людей, которые где-то в серединке находятся, ну, так, более-менее критично относятся к нему, читают всё. В основном либо всё, ой, Пелевин выпустил новый роман, всё бросить надо, бежать там, или там в сеть лезть, там кто-то где-то уже, говорят, выложил. Либо наоборот, там, мяня, ну, ты что это вообще? Это какая-то нерусская литература, это издевательная. Переоценённый графоман. Ну, да-да-да-да, примерно так же, что все, над чем вы там все прётесь, он же пишет там из романа в роман одно и то же у вас просто там по ушам. Ну, понимаете, о чём я говорю, да? Конечно. То есть вчера эти мнения звучали различные. Вы знаете, удивительным образом практически нет. То есть я подозреваю, что те люди, которые Пелевины либо, безусловно, любят, либо остро не принимают, они просто не пришли, потому что зачем им, они и так всё знают, у них и так всё хорошо. Зачем сбивать картину мира, только настроение портить? То есть пришли люди, которые либо читают Пелевина, относятся к нему достаточно взвешенно, с интересом, ну, не с безусловным поклонением, либо это были люди, которые, скажем, читали Пелевина в 90-е, потом не читали, им интересно, что происходит с ним сегодня, либо просто люди, которые про него много слышали, хотели бы узнать чуть больше, возможно, прежде чем приниматься за чтение. То есть нет, у нас такой прям неприятной поляризации не было. Но я хочу сказать, что по моему, мой опыт наблюдений показывает, что больше всего ненавидят, презирают и не спровергают Пелевина те люди, которые его не читали. Помните, как в Евгении Онегине, она любила Ричардсон и не потому, чтобы прочла. Вот они не любят Пелевина вовсе не потому, чтобы прочли. Пелевин, как вы совершенно справедливо сказали, писатель довольно неоднозначный, сложный, местами трудный для понимания, местами такой болезненный и обижающий своих читателей, причем равномерно обижающий читателей, вне зависимости от их убеждений. Но, конечно, это очень большой, очень интересный, очень необычный и в российских культурных реалиях совершенно уникальный писатель. Поэтому, мне кажется, что испытывать к нему какое-то резкое неприятие могут только люди, скажем так, с весьма ограниченным культурным горизонтом. Ну, мне кажется, не обязательно с ограниченным культурным горизонтом. Мне кажется, очень много людей, которые не принимают Пелевина, они просто не принимают уже вообще некоторое течение в новой литературе. Например, вот эта вот игра постоянная, которая идет, вот эта игра со смыслами, с фикциями, с фейками. Они считают, что это несерьезно, что это как бы, это, ну, чтиво, скажем так, да, вот этот некое, то есть у них есть уровень культурный, они прекрасно знают виртуру, там, скажем, 19 века, начало 20 века, советскую литературу, а вот это не ложится, и все. — Знаете, я именно это в первую очередь имею в виду, когда я говорю об ограниченном культурном горизонте, не узком, не какого-то убогом, не в отсутствии, а именно некоторая ограниченность. Ну, и вообще вот то, о чем вы говорите, вот это представление о том, что литература, она должна быть обязательно очень серьезной, великой, важной, чему-то хорошему учить. — Как бы имеется в виду, что если это великий писатель, и он больше называют великим писателем, да, то он должен создавать великие, ну, как там, что там автора там, чему автор нас там учит, да, что там автор положил в свое произведение, вот эта знаменитая карикатура, которая пошла там, как-то учитель русского языка пытает автора, значит, как это он ничего туда не вложил. Мне кажется, вот именно вот в этом вопрос возникает такой, да? — Ну, просто сегодня литература совсем не та, которая была в XIX веке, и ожидать того, что писатель выйдет, встанет на табуреточку и скажет нам, как нам дальше жить, это некоторая иллюзия. — Что делать? — Да, что делать, кто виноват, вот традиционно. — Да, но мы все нуждаемся, возможно, в этом. — Возможно, в этом, да. — Ну, почему же хотеть этого от литературы? — Мы сделаем небольшой перерыв, на 20 секунд вернемся. — Продолжаем наш разговор. Напомню, что в гостях у нас Юлия Ивановна Шайта и завлит театром с паской, и литературный критик Галина Юзефович, можно так сказать, хотя тут список должностей немножко больше. Мы как раз вот говорим об отношении, скажем так, людей, читателей, да, к творчеству Виктора Пелевина. Вот когда вы сказали, что многие о нем знают, немного хотели бы узнать о нем, вообще все очень мало знают. — Да. — Сами знаете, что его интервью — это редкость, там, даже СНОП, по-моему, выложил только такие, знаете, вот... Когда 17 человек каждый по одному вопросу задал, он на каждый вопрос ответил, но причем от этих ответов понять немного я не стал. — И это было 8 лет назад. — Ну да. — То есть это очень старое интервью. — Ну оно просто сейчас вот всплыло, недавно перечитал, да, и, скажем, более новое, честно говоря, не помню. — Нет, он не дает интервью, он никак не комментирует ничего, он не отвечает на вопросы, он не вступает ни в какую коммуникацию ни с читателем, ни даже... В общем, даже с издателями его коммуникация минимальная обсуждала этот вопрос с его редактором, который постоянно работает с его текстами. Она говорит, что за все время работы... А последний роман, над которым она работала, это был «Тайные виды на гору Фудзи», и он был, по-моему, шестым, что ли, текстом Пелевина, с которым она имела дело. За все это время они с Пелевиным буквально три раза разговаривали по телефону, а в основном они общаются по почте. То есть и она никогда не видела его вживую, хотя, в общем, это нормальная практика, чтобы автор приходил в издательство, разговаривал с издателем и так далее. А все дела он ведет только через своих агентов. То есть, действительно, про Пелевина как про человека мы знаем аномально мало. Но, с другой стороны, мне кажется, что это, в общем, и неплохо. Зачем нам знать о писателе как о человеке? Мы же не обязаны его любить или не любить как человека. Нам важно, что он пишет, что он делает. Вот, например, я бы очень предпочла жить в мире, где я бы поменьше знала о писателе, ну, я не знаю, на Захаре Прилепине, или чтобы я меньше знала о писателе Дмитрие Быкове. Не то, чтобы они у меня вызывали какую-то сильную неприязнь, но многое из того, что они говорят и делают, мне кажется, мешает объективному, спокойному восприятию их творчества. Потому что я знаю кучу людей, которые не читают Дмитрия Быкова, его блестящую, на мой взгляд, прозу, только потому, что он им не нравится. Или отказываются признавать Захара Прилепина большим важным писателем, только потому, что им не близка его политическая позиция. Вот мне кажется, что Пелевин выбрал для себя очень здравую, взвешенную роль. Он только книги, он только голос, он не обладает плотью. И в этом смысле мы можем оценивать его тексты, как мне кажется, гораздо более спокойно и непредвзято. Ну, это опять же вступает в противоречие с тем, чему учили очень многих людей. Когда мы изучаем литературу, мы изучаем очень тщательно биографию каждого писателя, его идейные взгляды, условно говоря, где он, как у нас говорили, заблуждался, потом встал на истинный путь и так далее. Это вот просто так вот, как бы, это у нас немножко в крови вот так методологически в нас заложено, что мы идем от человека. Пелевин это нарушает. Ну, Пелевин вообще много чего нарушает. Он такой почетный нарушитель всех и всяческих конвенций. Мы все привыкли, например, думать, что у писателя должна быть какая-то консистентная политическая, общественная, социальная повестка, которой он придерживается более или менее во всех... Поэт в России больше, чем поэт, скажем так. Это всегда что-то большее. А Пелевин занимает совершенно другую позицию. Он всегда обижает всех. Вот его романами одинаково недовольны как сторонники каких-то супертрадиционных ценностей, так и какие-нибудь гей-сообщества и феминистки. Все Пелевина не любят. Он всех обижает. А либералы и условные ватники, в кавычках, и то и другое, каждый хотели бы его приписать к себе, им время от времени кажется, что вот-вот, он уже двоев надежный. Он встал на правильный путь. Он перевоспитался. Но каждый раз Пелевин всех обманывает, кого-то разочаровывает, кого-то очаровывает. То есть он вообще такой писатель, живущий вне привычного нам писательского канона, вне привычной писательской модели. И именно это, на мой взгляд, и делает его таким особенным. Издательство «Эксмо» пару лет назад делало, которое выпускает книги Пелевина, они делали некоторое исследование аудитории Пелевина. И про эту аудиторию удалось выяснить много всего, но две вещи меня потрясли. Во-первых, эта аудитория не стареет. То есть писателю на минуточку 57 лет. То есть он уже, в общем, немолодой человек. А его аудитория стабильно держится в рамках 25-35 лет. То есть Пелевин стареет, а читатель нет. То есть все молодёжь продолжает читать Пелевин. Такое бывает очень редко. Обычно возраст автора. Главное, даже не столько возраст, сколько время пребывания на арене, оно меняет аудиторию. Аудитория там привыкла. Вот, скажем, аудитория Дины Рубиной стареет вместе с Диной Рубиной. Аудитория Людмилы Улицкой стареет вместе с Людмилой Улицкой. С Пелевиным не происходит ничего такого. А более того, самое смешное для меня, что есть довольно ощутимая в рыночных категориях страта людей, которые читают только Пелевина. Людей, которые каждый год прочитывают одну книгу. Это книга Пелевина. А если у них вдруг осталось немного свободного времени, они перечитывают немного Пелевина. То есть он становится для них таким единственным медиа, единственным каналом, по которому к ним приходят знания о мире. То есть, конечно, это довольно смешно, но, тем не менее, такие люди существуют. Я не думаю, что есть какой-либо другой писатель в современных реалиях, особенно в России, который мог бы похвастаться такой поразительной лояльностью аудитории. Но здесь тоже, когда пишут о Пелевине, часто говорят, что каждый его роман, он раз в год выпускает роман, он как бы пишет для людей, икий отчет о минувшем годе, о новых трендах, о новых каких-то событиях, о новых каких-то идейных вещах. Но на самом деле, получается, человек получает этот ежегодник, он, собственно говоря, его читает, и он все знает про этот год. Ну, в принципе, да. По крайней мере, он понимает... И он, по крайней мере, верит ему, в отличие, скажем так, от зомбоящиков, от чего-то еще, от интернета, он ему верит, это на бумаге напечатано, что подписан Пелевин, да, это очень-таки сильная вещь. Поэтому ему достаточно, чтобы знать, что произошло в жизни. Да, вполне, конечно. Он получил некоторую сводку всех главных нравов быта и настроения эпохи, и может до следующего года смотреть мемасики или YouTube. Да, может вообще ничего не смотреть. Да, но так или иначе его же перечитывают. То есть нельзя сказать, что он актуален только в этом году, а потом уходит. Вы знаете, есть некоторая проблема, потому что я преподаю в университете, в высшей школе экономики, и я преподаю маленьким студентам-бакалаврам, которые учатся в бакалавриате, то есть совсем дети, 17-19 лет. Я пыталась с ними читать произведения Пелевина, далеко не все они понимают. Очень многие вещи, очень остро актуальные в свое время, теперь читаются очень плохо. Скажем, любимый мною и многими высоко ценимый роман «Пелевина, Чапаев и пустота», читается с большим трудом, потому что там есть огромный пласт каких-то вещей, которые просто настолько устарели, они вышли из обихода, люди не понимают. Точно так же замечательный гомерически смешной «Дженерейшн Пэк», в котором просто нормальный современный человек, не знаю, там какого-нибудь 2000 года рождения, он просто не может понять, что там происходит. То есть некоторые устаревания есть. Я бы сказала, что обычно те люди, которые читают «Пелевинский ежегодник», аналитический ежегодник имени Виктора Олеговича, те же самые люди, как правило, в режиме перечитывания возвращаются к каким-то его таким более вневременным вещам, к его самой ранней прозе, которая удивительным образом почти не подвержена влиянию времени. То есть, скажем, какие-нибудь рассказы ранние «Пелевинские» и та же самая повесть «Затворники шестипалой», которую ставит театр Наспасской, они, в общем, не подвергаются коррозии. В них мало вот такой прям звенящей актуалочки, и поэтому они остаются актуальными и сегодня. А те вещи, которые оказались прям вот жгучи, не в бровь, а в глаз, утром в газете, вечером в куплете, они, конечно, немножко проседают. Но мне кажется, что «Пелевин» это делает сознательно. То есть всё в жизни имеет свою цену. То есть если ты хочешь выдавать аналитический ежегодник, если ты хочешь, чтобы твоё мнение становилось мнением миллионов буквально, ну, по крайней мере, сотен тысяч людей, ты за это заплатишь долговечность. И он, мне кажется, сделал этот выбор вполне осознанно. Ну, это так интересно. То есть получается, что частично те люди, которые говорят то, что «Пелевин» — это публицистика, оно какое-то что-то очень проходящее, и вот ещё несколько лет и у нас его не будет. Ну, как несколько лет. То есть когда он прекратит свою творческую деятельность, дети 17 лет, что останется, в общем-то, для истории, как раз эти сторонники Пушкина и Толстого, они несколько получаются правы. Нет, но с другой стороны, вот есть же множество писателей, в том числе из 19-го, которые занимались просто бытоописанием текущим. Да, вспомнить, пожалуйста, Гелеровского. Казалось бы, эпоха ушла, очень многое уже непонятно из того, что мы его читаем с огромным интересом, потому что как раз те люди, которые хотят понять, как это было, они читают именно тех людей, которые, условно говоря, бытоописатели, которые рассказывают какие-то вещи, которые вот именно сейчас уже не поймёшь, что он смеётся-то, что он видит в этом смешного. Но вот когда начинаешь всё читать, начинаешь понимать, и даже чувство юмора тех лет начинаешь понимать. Да, а можно ли так идти по книгам Пелевина назад-назад-назад и понять то время, когда меня, допустим, не было? Мне кажется, что скорее нет. Мне кажется, что любой старый пелевинский текст сегодня нуждается в подробном комментарии. То есть вообще Пелевин из тех авторов, которым бы очень не помешало академическое издание с реально с аппаратом, с комментарием, с объяснением того, что это такое. Возвращаясь к тому, о чём вы сказали, о том, что вот они умрут, что его книги умрут, а Пушкин с Лермонтовым останутся. Вы знаете, вот мой отец, Леонид Изифович, который писатель и историк вообще главным образом, он говорит, что лучшее, что может случиться с прозой, это стать историческим источником. То есть мне кажется, что Пелевин идёт вот ровно по этому пути. Через 50 или 100 лет, когда людям захочется понять, как мы жили, когда им потребуется вот этот слепок времени, потребуется ощущение и понимание не формально по фактам, а именно какое-то глубинное понимание того, что с нами всеми творилось, чем мы дышали, что было для нас значимым, эти люди будут обращаться именно к Пелевину, а не к каким-то писателям, которые нам сейчас кажутся более, может быть, ценными, важными, художественно значимыми. — Но это всё равно совершенно разная жизнь и описание, как вот был упомянут Геллеровский и Пелевин. То есть мне кажется, это разные даже плоскости, не так ли? — Ну это просто совершенно уже разная литература, абсолютно другая. — Да, это разная литература, это разный способ говорить о реальности. То есть мы можем эту реальность механически описывать и воспроизводить, и тогда фиксируются, вот кристаллизовываются какие-то детали. А можем её осмыслять, комментировать и предлагать какое-то философское прочтение, и тогда получается Пелевин. То и другое, в принципе, имеет право на существование. Просто разные способы думать про время, думать про эпоху. Либо снаружи, описывая её внешние феномены, либо изнутри, описывая её идеи. — В любом случае, когда вот, Соня, с людьми твоего возраста, либо младше приходится общаться, и они спрашивают, как вы там жили в 90-е, я говорю, Generation P, возьмите и прочитайте. — Да, конечно. — Вы поймёте гораздо больше, чем там написано. Потому что там, на самом деле, просто уйма информации в каждом буквально предложении. Вот все эти особенности той жизни, все наши страхи, что-то ещё, всё там есть. То есть это вот лучше любого учебника истории. И причём там нет жёсткой какой-то оценки происходящего, как всегда. То есть там достаётся всем, пинки летят во все стороны, и это не объективно, как сейчас говорят, там, жуткие, страшные 90-е, или наоборот, говорят, там, время расцвета. Это вот нормальная получается, в итоге, как ни странно, объективная картина жизни в те годы. — Да, очень узнаваемая, как-то эмоционально точная и фактически точная. — Да. А нужно ли уметь читать Пелевина? То есть если говорить про людей моего возраста и младше, мы привыкаем всё-таки к клиенте Фейсбука, допустим, и там прямо произошло то-то и то-то в кратком изложении. Никаких особых метафор, отсылок, и то, что нужно прочувствовать между строк и между слов, вонзиться своим мироощущением, такого нет. Как научиться видеть это, понимать этот текст? Потому что я помню свои эмоции в 18 лет, когда я взяла Чапаев и пустота в руки. И, мне кажется, я потом в какой-то момент просто зависла, и не знаю, сколько я просидела, потому что я вообще не представляла, что это такое у меня в руках, как это сюда попало, и что со мной будет дальше. Кто я? Кто все эти люди? Мне кажется, что... Вообще, на самом деле, ваш вопрос чуть шире, чем вы его сформулировали. Мне кажется, что сегодня действительно есть некоторая тенденция к отказу от сложных вещей. То есть есть привычка к упрощению, есть привычка к тому, что любая информация должна быть до тебя донесена максимально буквально, три раза повторена, а лучше сразу посредством инъекций в мозг. Это, опять же, не то чтобы это было хорошо или плохо, это действительно такая тенденция и есть. И мне кажется, что параллельно с ней существует другая тенденция, когда удовольствие достигается, читательское удовольствие, потребительское удовольствие достигается не за счёт вот этого максимально детального разжёвывания и впрыскивания напрямую в мозг, а за счёт, наоборот, какого-то предложения, загадок, предложения ребусов, предложения упражнений на додумывание и разгадывание. Вот Пелевин, конечно, писатель второго типа. Он не максимально просто, доходчиво, битым словом рассказывает, что как есть и как про это думать. Он предлагает читателю некий увлекательный, на мой взгляд, увлекательный интеллектуальный квест. Это вопрос внутреннего согласия. Хочешь ли ты сейчас, чтобы тебе было простенько и комфортненько, или ты готов, как учит нас великая наука о лидерстве, выйти из зоны комфорта и вот там ощутить, приобрести какой-то новый опыт. То есть, если читатель внутренне согласен на то, что ему не будет сразу просто, то Пелевин станет для него прекрасным, увлекательным тренажёром, развлечением, головоломкой, собеседником и так далее. — Притом у Пелевина в любом практически романе есть очень простые и понятные фрагменты, но как раз в данном случае это чаще всего фейк. То есть, если он пишет что-то просто и понятно, то верить ему стопудово нельзя. Надо либо заглянуть в гаджет и посмотреть, что-то он, по-моему, тут мудрит. И наоборот, когда он с тобой играет, и когда ты ходишь за ним по его этим лабиринтам, вот там ты что-то уже узнаёшь на самом деле. Для себя, по крайней мере. — Нам нужно сделать короткий перерыв, потом мы вернёмся. — Продолжаем наш разговор. Напомню, что у нас в гостях Юлия Вануша это и Галина Визифович. И вот от Галины Визифовича у нас сегодня есть подарок. Но чтобы его получить, нужно будет ответить на вопрос, который он сейчас задаст. Подарок я скажу сразу. Это новый роман Виктора Пелевина «Искусство лёгких касаний». Я знаю, что очень у многих его ещё пока нет, в том числе у меня. Но я, к сожалению, выигрывать я не смогу, а вам я очень рекомендую. Ну что, задавайте вопросы. — Да. Я хотела бы задать вопрос, связанный с романом Виктора Пелевина «Т». Думаю, что многие его читали, многие помнят. Так вот, главный герой этого романа, граф «Т», он очевидным образом списан с Льва Толстого. Это, понятное дело, ненастоящий Лев Толстой. И действие происходит в таком ненастоящем русском XIX веке. Тем не менее, главный герой списан с этого великого русского писателя. Помимо того, что он является и в книге Пелевина тоже писателем, он является изобретателем уникального боевого искусства. И я хотела бы предложить вам вспомнить, ну, или угадать, как это уникальное боевое искусство, разработанное графом Т, графом Толстым, называлось. Начал уже сразу говорить варианты ответа? — А давайте сразу скажем, да. — Хорошо. Итак, оно называлось «оспуть» от слова «особый путь». Оно называлось «опрощ» от «опрощение». Оно называлось «вселюб» от «всеобщая любовь». Или оно называлось «незнас» — «непротивление злу насилию». Итак, повторю варианты ответа. «Оспуть», «опрощ», «вселюб» или «незнас». — 211-101. — 211-101 наш номер телефона. И, кстати, вот вы знаете, похоже, Пелевин у нас правда любит. Добрый день. — Добрый день. — Как вас зовут? — Наталья меня зовут. — Наталья. — Можно, что против, угадать? Вариант номер три. — Вариант номер три. — Вариант «вселюб» вы предлагаете, да? — Наверное, да. — Нет, к сожалению, вы не правы. Это не всеобщая любовь. Хотя для толстовцев, конечно, идея всеобщей любви была важной. — Все четыре термина подходят. Но мы всегда даем второй шанс человеку, который позвонил. У вас остался последний вариант. — Последний вариант. — Низ нас, непротивление злу насилием. Вы совершенно правы. Именно это уникальное боевое искусство изобрел и успешно применял в борьбе, в частности, против Достоевского персонаж романа Виктора Пелевина «Т». Спасибо вам большое. Вы все правильно угадали. — Наталья, вы Пелевина вообще любите? — Вы знаете, я ни разу не читала. — Вот, Калюрова. Вот отлично. — Вот отлично. То есть теперь у вас есть в библиотеке книга Виктора Пелевина. Не забудьте забрать ее у нас в редакции. Спасибо большое. Вот мы как раз упомянули уже проявление раннего Пелевина, который не стареет и который останется в веках. В том числе, как он точно называется? Мне вылетело. Про Шестепал. — Затворника Шестепал. Паломник не сказал. Помните не то слово? Затворника Шестепал. Вообще Пелевина, скажем, я видел только одну экранизацию. А вот ставят ли вообще в театрах в российских каким-то образом? Или это вообще уникальный случай? — Вы знаете, я, к сожалению, плохой театрал. Я не очень знаю о том, что происходит в российских театрах. Но я никогда не слышала о каких-либо громких постановках по Пелевину. Да, собственно, и о тихих, в общем, тоже, наверное, не слышала. То есть думаю, что где-то что-то есть. Страна у нас большая, театров много, в том числе театров интересных, экспериментирующих с материалом и так далее. Но я не слышала. Тем, мне кажется, интереснее решение обратиться к Затворнику и Шестепалому в театре «Наспаска». Когда мы на прошлой неделе выставили в Фейсбуке нашу афишу к новому спектаклю, Павел Руднев, театральный критик, написал, что, о, это уже будет четвертая постановка этой повести в России. Именно этой повести? Именно этой повести, да. И я знаю, что есть несколько спектаклей по другим его произведениям, но получается, что Затворник и Шестепалый это, по крайней мере, то, что театр ставят чаще всего из Пелевина. Вот. А почему? Почему вы выбрали именно это произведение? Тут совпало очень много всего. Егор, когда пришел... Чернышов. Чернышов, да. Наш главный режиссер пришел в театр. Мы стали выбирать название на осень. Ну, то есть, мы, естественно, знали еще чуть заранее, да, что он приходит к нам в театр. Мы этого очень ждали. И летом выбирали материал. То есть, он кидал мне какие-то тексты, я кидала ему тексты. И надо понимать, что Егор – это режиссер, который очень много ставит прозу. То есть, если мы посмотрим там те спектакли, которые он ставил, он очень мало работает с драматургией. То есть, ну, безусловно, работает, да, это там не сто процентов, но он очень много берет прозы ему. Это интересно, он это умеет. И я сидела на горе в Абхазии. Прилетает сообщение от Егора. Пелевин, почитай. Я такая, нет, 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 только не это. То есть, там, на самом деле, я до того, как прочитала «Затворника Шестепалой», я относилась к тем людям, которые, не читая, не очень любят Пелевина. Да, потому что у меня была с ним такая юношеский неудачный роман, ну, не с Пелевиным, в общем, там было все завязано. Очень смешно. И, ну, в 18 лет я прочитала полтора романа и решила, что нет, это не мой писатель, и переключилась на другую литературу. Но здесь, читая вот это именно... То есть, я поняла, что летом, что я фанат именно раннего Пелевина, потому что «Амонра» — это блестящее затворника Шестепалой, блестящее. Я читала, тут же вслух цитировала лучше куски мужу и хозяевам, у которых мы гостили. И не знаю, как он воспринимался тогда, но сегодня он, конечно, воспринимается, ну, как текст, написанный вот, ну, как бы вчера, да. То есть, он не устарел за это время ни на грамм, хотя он был, в общем, в 90-м году впервые издан в журнале. Журнал, причем, такой научный, какой-то даже не литературный. «Химия и жизнь». Да, да. Ранние тексты Пелевина публиковались в журнале «Химия и жизнь». Это был такой очень прогрессивный на тот момент журнал, в котором помимо каких-то научно-популярных статей публиковались в том числе фантастические, как правило, короткие произведения. И вот Виктор Пелевин был одним из постоянных авторов этого журнала. В то время это было очень круто и престижно. Причем этот журнал очень любили домохозяйки, там всегда были рецепты, как пятнышко вывести, как что-нибудь сделать. И получилось так, что я тоже, я первое вот это его произведение читал у знакомой, которая «Химию и жизнь» выпила для того, чтобы там узнать, как вывезти муравьев из дома, что они говорят. Там были вот такие, ну, секреты, исходя из подручных материалов, где там синька, там что-нибудь, порошок стиральный, неожиданное такое применение. И вот, оказывается, там печатают. По-моему, «Жизнь насекомых» там печатали, если не ошибаюсь. Нет, «Жизнь насекомых» уже вышла в толстом журнале. Да, «Толстом» вышла точно. Вот, маленькие произведения, потом «Жизнь насекомых» я уже следом прочитал как раз. Поэтому это интересный был подход, если сейчас говорят о поиске целевой аудитории, то здесь какая-то аудитория получилась странная. Гибридная. Гибридная. То есть для сугубо людей, которые химией занимаются профессионально, для тех, кто любит домашнее хозяйство и прикладной химией, скажем, занимается, и как еще для тех, кто любит фантастику. Хотя особо фантастическим я бы человеческое произведение не называл, конечно. Ну, как вам сказать? Нет, все-таки, конечно, это фантастика, просто фантастика понятая достаточно широко. У нас как-то за термином «фантастика» закрепилось представление, что это какие-то мужики в скафандрах с бластерами. А ведь на самом деле... Ну, опять же, как нас воспитали, мы так и понимаем. Ну, что же, уже, мне кажется, можно перевоспитаться, встать на истинный путь. Вот это все, как вы нам уже рекомендовали. Про первое издание Пелевина рассказала наша библиотека Герцена совершенно чудесную историю. Когда прошли вот эти публикации в журналах, и когда уже сформировалась какая-то своя небольшая аудитория, вышел первый сборник его произведений, он появился в Герценке, и его украли. Буквально, то есть я говорю, а точно какой период? Они говорят, ну, его успели прочитать только несколько читателей. И тот человек, который взял вот эту книгу, он больше, ну, то есть они смотрели по формуляру, ни разу с тех пор не был в библиотеке. То есть он заненаправлен. Ну, пришел книгу, взял книгу, да. И мне кажется, это тоже такая примета времени. Ну, не того, да, а как бы вот про популярность Пелевина многое объясняет. Когда записаться в библиотеку, специально единственный раз прийти, взять книжку и уйти с ней. Вот, и мне кажется... Ну, это чудесная прям история. Да, да. Очень пелевинская. Да, она и история сама по себе пелевинская. Да, вот. И, соответственно, вот эти ранние тексты, о которых мы говорим, мне кажется, они совершенно, во-первых, прозрачные, и они, безусловно, интересны для театра, потому что я с трудом себе представляю, как можно там, ну, не знаю, и факт поставить, и зачем его нужно ставить. Крайне трудно, да. Да, вот. Тут нет разрыва между поколениями, и будет интересно смотреть одинаково и людям старшего возраста, и среднего, и молодого. И Егор, он уверен, что это будет подростковый хит. Хотя мне, например, очень сложно представить, да. Но мне кажется, будет действительно широкий зритель. Нет такого, что это там только для подростков или только для тех, кто читал ранние повести. То есть и для домохозяйки, для профессиональных химиков. Вчера на лекциях, да. Любителей фантастической литературы. Ну, мы ещё как раз вчера разговаривали с режиссёрами, и я спросила, кто был автором инсценировки, потому что всё-таки это же прозаический текст, а не пьеса. И Егор мне сказал очень интересную вещь, на которую я, конечно, сама бы, как читатель, не обратила внимания. Он сказал, там 80% текста — это диалоги. То есть там фактически этот текст, который уже написан в виде разговора. И поэтому там, конечно, что-то немножко надо подкроить и подрезать. Но кроме того, что этот текст, как совершенно справедливо сказала Юля, абсолютно актуальный, ни на минуту не устаревший, увлекательный, живой, эмоциональный и всё такое, это ещё текст очень удобный для сцены, потому что с ним ничего особо делать не надо. Он почти готовый. Может, по-вотому Егорову и выбрал. Не знаю. Вчера с ним разговаривали. Он говорит, для него, как для режиссёра, это совершенно новый опыт, потому что в этот раз какая-то грандиозная постановочная команда собралась, потому что кроме художника, кроме композитора, хореографа, у нас в этот раз ещё и видеохудожник, ещё и мастер по ушу. Были там мастера по проведению чайной церемонии. Я в Герценке брала книгу по искусству оригами. То есть он говорит, у меня ощущение, что я делаю какую-то часть работы, и очень многое зависит от команды. 2-го числа уже мы собираемся все на площадке непосредственно. 2-го декабря. 2-го декабря. И когда такой уже финальный этап работы над спектаклем, приезжают как раз те, кто сейчас работает на удалёнке, или кто приезжал, и мы, например, на позапрошлой неделе совершали такой железный трип на свалку мусора, потому что нам нужны были груды металлолома. Вот вместе с художником они приехали, уехали. Видеохудожник был, смотрели что-то. И вот сейчас, когда все соберутся, уже начнётся самое такое интересное. Мне кажется, вот даже твой рассказ о том, как вы ставите Пелевина. Это уже чисто пелевинская история. Вы знаете, у Пелевина есть вообще такое свойство преображать окружающую действительность. То есть в тот момент, когда ты надеваешь на себя вот эти пелевинские очки, эту пелевинскую оптику, у тебя вокруг весь мир начинает становиться немножко пелевинским. Это, конечно, тоже его особая суперспособность. На самом деле у нас подходит время к концу. И так жалко заканчивать эту беседу. А когда премьера будет примерно? 14 и 15, мы знаем точно. А я бы хотел напомнить, что сегодня вечером в Дерценке, во сколько там? В 5.30, да. В 5.30 в Дерценке вы можете встретиться с Галиной Юзуфовичем, пошут лекции уже в более широком таком контексте. Но Пелевин там всё равно будет упомянут, если мы говорим о современной русской литературе. Ну, в основном я постараюсь говорить как раз о том, что может быть менее известно, чем Пелевин. Ну, всё равно, я понимаю, что фамилия будет. И если будут вопросы, я думаю, по этой теме, то вы готовы будете ответить. Спасибо большое, что вы нашли время и к нам пришли. Вам спасибо. Спасибо вам сегодня, а на чаду всегда. Спасибо.